Девушки отдыхают Один из них, что наиболее важно для украинцев, — резолюция о признании России страной-спонсором терроризма. И знаете, что интересно мне? Я хочу спросить вас о тех политических группах, которые проголосовали против или остались нейтральными. Я просмотрела, кто они, кто за ними стоит. Увидела там такие имена, как Марин Ле Пен, Сильвия Берлускони и другие, скажем, одиозные представители мира политики. Так какая же их мотивация, ну кроме денег? Я понимаю, что это не совсем дипломатичный вопрос, возможно, но все же, видя все, что происходит у них на глазах, чем можно мотивироваться далее и быть против? Даже если возьмем в учет простой прагматизм, ведь Путин становится все слабее. Можете мне это пояснить? Ну, для нас это вообще не было сюрпризом, потому что мы постоянно видим, как эти политические группы стоят на одних и тех же позициях. И, конечно же, это абсолютное меньшинство, 10% из того, что мы видим в парламенте. Сегодня присутствует беспрецедентное единение в парламенте, как до войны, так и после начала. Большинство голосов звучат в поддержку Украины и по другим решениям и резолюциям. Одновременно они очень критичны по отношению к России. И в то же время есть люди, которые либо против, либо воздерживаются, а также есть радикально левые или правые. И вдруг они в едином порыве, несмотря на то, что даже сидят в абсолютно противоположных углах, но вдруг они объединились в своей любви к Путину. И причину вы можете угадать. Деньги, цинизм, и это очевидно. Ведь даже из аналитических материалов вы можете видеть, сколько денег Путин годами в них инвестировал. Но это даже смешно, потому что мы видим, что возможности Путина уже совсем не безграничны для того, чтобы продолжать инвестировать, как и раньше, в эти политические проекты. Так на что же они надеются, делая свой такой выбор? Ну да ладно, давайте поговорим лучше о рисках. Я задавала этот вопрос госпоже президенту Мэтт Соле и спрошу вас, осознаете ли вы риски после принятия данной резолюции для стран Европейского Союза? Видите ли вы, что Путин может как-то ответить и в этот раз не Украине, а именно европейцам? И готовы ли вы к этим рискам? Прежде всего, вы, украинцы, проделали отличную работу, не только защищая свою страну, настолько смело и профессионально, но и показали всей Европе, что Путин в действительности слаб. И бояться его, то, что было политикой до начала войны, и мы уже это признали, было огромной ошибкой. Ведь Путина провоцирует не наша сила, а наша слабость, а он всегда был хорош в своих угрозах. Если не будете делать то, что я хочу, то я что-то точно сделаю. Да он же попросту копировал Гитлера. Вот дадите мне этот кусочек земли. Что ж, хорошо, я возьму и другой. И так он проверял ваше терпение. Ну а теперь вы говорите, что после начала войны именно мы показали вам, кто он есть на самом деле? Да, вы показали нам, что мы должны что-то с этим делать, и что Путин не такой страшный, как пытается из себя изобразить. И тут я бы хотел вспомнить цитату. Я был очень удивлен где-то месяц тому, когда на пленарной сессии Джозепп Боррель, глава европейской дипломатии, заговорил в очень смелой манере. Я подумал, какое отважное признание. Его слова звучали так. Пока идет война, и так как Европа была абсолютно зависима от энергоресурсов России, и у нее не было правильной политики по отношению к России, так и правильной политики по отношению к Украине, а потому эта политика была зависима от решений по отношению к России, то сейчас ситуация изменилась. Наша зависимость от газа почти полностью исчезла. Если до войны больше 40% газа Европа покупала у РФ, то сейчас это меньше 7%. Теперь мы стали гораздо смелее, получив эту независимость. Вот почему Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, потому что вы этого заслуживаете, и именно своей смелостью вы всех убедили. Но я надеюсь, что Европа сможет пойти дальше, и по принятию Украины. Это то, что всем необходимо. Конечно, иногда хочется поискать виноватого, заглянуть в прошлое, искать, кто же ошибся тогда, но давайте все-таки говорить о будущем. Теперь мы понимаем и вашу позицию, и позицию Европейского Союза в общем. Так что же дальше с этим делать? И когда вы говорите о независимости от энергоресурсов России, я же вспоминаю множество мнений от скептиков из разных стран, с которыми мне удалось поговорить. И они повторяли одно и то же. Таков мир политики, так он работает. Люди прагматичны, страны прагматичны. Так вот, когда война закончится, некоторые страны, как прагматики, будут снова искать путей для возобновления бизнеса с Россией. Правильного, легального, но бизнеса с Россией. И дешевых энергоресурсов снова и снова. Это возможно? И что Россия может или должна сделать для того, чтобы изменить свой статус террористического государства и возобновить бизнес-связи? Что вы ответите этим скептикам? Россия... Где? Вы всегда можете быть скептиком, а можете быть немного оптимистом, но сначала Россия должна трансформировать себя в нормальную, адекватную страну. Страну европейского типа, страну с демократическими принципами и... Цивилизованную. Цивилизованную. Возможно ли это? Я оптимист, но я понимаю, что и в Украине, и многие люди в Европе не верят в это. Мы недавно опубликовали обзор мнений в одном из европейских журналов совместно с Радославом Сикорским и другими коллегами, где мы говорили о тех, кто верит и не верит в российскую демократию. Ну и какой же процент верующих, ну или верящих? Ну, мы не измеряли, знаете ли. Это не было целью. Мы хотели исследовать возможности российской либеральной оппозиции. И знаете, для того, чтобы Россия себя трансформировала, должно быть несколько очень понятных и четких условий. Прежде всего, Украина должна победить Россию. Второе — обязательный трибунал для Путина. И я бы сказал, третье — членство Украины в НАТО. Многие говорят так или иначе о безопасности для Украины. А я хочу послать месседж россиянам, что им пора избавляться от этой мечты о восстановлении империи. А до тех пор, пока они живут в постимперском обществе, Украина должна стать членом НАТО, как сигнал русским, что она является частью западного мира, и это навсегда. И уже затем россияне могут мечтать о наступлении нормальной жизни. Если сейчас Путин играет в игры с этой постимперской ностальгией, и это становится трагедией для России, мы можем помочь русским людям получить возможность мечтать о другом, о нормальной жизни. И как это мы сделаем? Поддерживая Украину и ее успех, как вдохновение для россиян. Возвращаясь к нашему вопросу о бизнес-эз-южиал с Россией, это зависит от того, чем будет сама Россия. Если Россия станет нормальной страной, конечно же, мы сможем говорить об экономическом сотрудничестве, свободной торговле с ЕС. Но сначала первое условие – измениться. Как после Второй мировой нацистская Германия смогла трансформироваться с помощью Запада в нормальное государство, и у нас нет проблем с демократией в Германии. Мы говорили о людях, которые бегут из России от мобилизации. Джозеф Боррель, которого вы вспомнили, говорил в своей речи еще и в одном вызове для Европы, как раз в мигрантском кризисе. Так и говоря о мигрантах, в каком статусе должны быть эти россияне в Европейском Союзе? Не есть ли это риском принимать всех мужчин, которые покидают Россию, с Путиным и диалогией русского мира в своих головах? И можно ли их вообще ставить в один ряд с украинскими беженцами? Простите, это может очень жесткий вопрос, но я должна его задать. Каков их статус? Они так же легко принимаются в ЕС? И беженцы ли они вообще? Прежде всего, вся Европа показывает солидарность, и она проявляется и на уровне простых людей в разных странах ЕС. Не только в Центральной Европе, но и в Бельгии, Германии, и мы будем продолжать это делать. С россиянами другая ситуация. Как вы знаете, некоторые страны решили не выдавать им шенгенские визы, и, возможно, так и будет продолжаться, потому что мы рассматриваем угрозу нашей безопасности. Мы не знаем, что это за люди, но в то же время мы не видим пока никаких новых юридических инструментов это урегулировать. Кто-то говорит, что по законам Шенгена и миграционному законодательству, если люди дезертируют от реальной военной службы, а они бегут от мобилизации, то у них есть возможность подавать прошение о статусе политического беженца. Но я не уверен абсолютно во всех нюансах этого инструмента, хотя все пока идет таким образом. То, к чему мы сейчас стремимся, это работа с российской оппозицией, потому что много людей, которые сопротивлялись Путину, уехали и осели в ЕС. И мы пытаемся с ними работать, ища совместно пути, как помочь трансформировать Россию. Знаете, я гуляла по улицам Страсбурга, впервые покинув Киев с начала войны, и снова почувствовала себя в человеческих условиях, спокойствие, нормальную жизнь вокруг. Так как же пояснить политикам, сидящим вот в этих вот теплых и спокойных домах за окном, что происходит у нас? Потому что мы видим, что те, которые приезжают с визитом в Украину, в Бучу, Юрпень, Бородянку, в Херсон, в Изюм, после этого что-то в их головах все же происходит. Даже Олаф Шольц испугался противоракетной сирены оповещения, к которой мы вроде привыкли, хотя к этому ведь невозможно привыкнуть, если честно. Так что же, мы должны привезти сюда всех 705 депутатов Европы, чтобы показать, что на самом деле происходит у нас, и что может случиться и на вашей земле? Извините за эмоциональность. Хороший вопрос. Нет, это естественно. Я не имею четкого ответа, но очевидно, что большее прозрение, в чем были проколы политики по отношению к России в Украине до войны, происходит именно после посещения. Об этом Урсула фон дер Ляйен говорила, открыто, на пленарных заседаниях. Она даже извинялась перед нами, странами Балтии и Польши, в том, что Европа не слушала нас, когда мы говорили, посмотрите, Путин реально огромная опасность, и что нужно гораздо сильнее поддерживать Украину. Во-вторых, с момента начала войны у нас появилась платформа по сбору средств United24 для Украины. Это сеть из парламентариев, экспертов из различных сфер деятельности, а их уже более 400, парламентариев из Европы, Рады, национальных парламентариев стран ЕС. И я вижу четко, когда мы привозим их в Украину, они становятся энтузиастами в нашей сети по продвижению вашей поддержки, и это реально работает. Ну так что, давайте же продолжать эти туры или эти визиты. Да, конечно. И последнее, по крайней мере для меня, когда война началась, мы поняли, и это было моим главным месседжем, что Европа находится в глубоком геополитическом кризисе. Это из-за наших ошибок, потому что мы не смогли правильно оценить Путина. Все действия Путина показали нам... Простите, но ваш парламент декларирует, что он един, как никогда ранее. Да, но поймите, мы объединены, но геополитический кризис возник потому, что мы сделали ошибки в прошлом, и у нас нет правильных подходящих инструментов. И сейчас, чтобы бороться с этим кризисом. Но снова я здесь, чтобы привнести немного оптимизма. Обычно. И это был месседж одного из политиков, произнесенного в далеком 1957-м. Европа, европейское сообщество, будет создано во время кризиса. И то, что будет построено во времена кризиса, то и станет Европейским Союзом. Так Европа и движется, от кризиса к следующему кризису. И каждый раз из кризиса она выходит более сильной и более сплоченной. Сейчас Европа столкнулась с реальной войной. Она не была готова. Ну да, и Черчилль еще не родился, так? Это что-то, да. Точно. Это случится немного позже. Да, нам нужно лидерство, нам нужны новые инструменты. Мы должны понимать, что делать с, как я называю, военным финансированием. Потому что, чтобы выиграть войну, нам нужно оружие и финансы. Это в общем. Конечно, нам нужны и солдаты, и поддержка народа, но с материальной точки зрения нам нужно то, что я сказал. С финансами проблема в Европе. Да и с оружием мы видим тоже. К примеру, европейская промышленность и военная. Мы же понимаем. Война – это возможность для них поднять свою производительность и доходы, да и деньги. Да, вот американское правительство выделяет деньги на военное производство, потом они производят лучшее оружие. Хаймерсы и так далее. А Европа, которая всегда плакалась, что мы должны инвестировать в нашу стратегическую отрасль и военную промышленность, и что же? Ну, теперь вам приходится тратить огромные деньги. И чем дальше идет война, Европа больше и больше платит за наше выживание, за еду, за безопасность. А вы платите ценой жизни ваших людей. Да, и Роберто Митсоло анонсировала сбор средств на генераторы и все, что необходимо нам для того, чтобы выжить этой зимой. Мы недавно были в Париже, и местный муниципалитет выделил средства на покупку генераторов после атак на Луцк и Ровно. Я сам был в Луцке и видел, что значит остаться в холод без электричества. Мы говорили с местной властью, и я передал нашей группе поддержки, что это опция номер один сейчас. Преступления, которые мы фиксируем, это террористические преступления. Бить по гражданской инфраструктуре, водоснабжению, отоплению. Госпиталям мои друзья вот звонили мне и рассказывали о детях, которые лежат, отключенные к медицинским аппаратам, и когда пропадает свет, аппараты ведь отключаются. Это жутко наблюдать, и могу только представить, как это жить в таких условиях. И вопрос в том, что мы можем сделать, с одной стороны, чтобы остановить эти зверства, а с другой стороны, как мы можем увеличить нашу гуманитарную помощь. Вот чем мы занимаемся. Поднимаем муниципалитеты, гражданские организации, собираем деньги. В Литве у нас много публичных лидеров, журналистов, которые собирают деньги на байрактары, а мы говорим, что сейчас не только байрактары нужны, но и генераторы. Если США предоставляет половину от 20 тысяч генераторов, то Европа должна дать вторую половину, а это 10 тысяч. При оптимальных подсчетах это миллион граждан Европы, которые могут собрать на 32 генератора. Это же небольшая проблема. Для Литвы это количество в 100 генераторов. Вы поддерживаете платформу United24 как инициативу президента Зеленского по сбору средств. Это инструмент, благодаря которому вы можете легко зайти на сайт, посмотреть, что необходимо прямо сейчас для помощи. Да, мы ведем активную работу. Мы были в Париже, сейчас мы едем в Стокгольм, потому что Швеция сейчас будет председательствовать в ЕС в новом году. И мы будем говорить и о гуманитарной помощи, и финансовой поддержке оружия, и, конечно, об интеграции в ЕС, что есть не менее важным в разрезе максимума, что мы можем для вас сделать. И еще немного вашего времени, если позволите. А что не так с Венгрией? Для меня это невероятно. Я была в Венгрии, и я видела этот монумент в центре Будапешта, память о трагедии во время оккупации в Венгрии Советским Союзом, танкам на улицах, убитых гражданах в Венграх. Так что же с их исторической памятью? Или все дело только в Орбане, потому как у них же ведь еще есть и президент. Кстати, она вообще голос имеет в этой стране? Я бы сказал, что Орбан талантливый политик, но талант завел его в неправильном направлении. Я не знаю, какие у него там связи с Кремлем. Это не мне решать и утверждать, но я знаю его как премьера, которым он годами является. Но возвращаясь в 2000-е и в 2010-е, он выглядит ощутимо другим. И он научился тому, как быть талантливым популистом, хвататься за власть и удерживать эту власть. А что есть наипростейшей формулой популизма? Покажи своему народу, кто есть враг народа и... По классике. Сорос, Брюссель и иже с ними. И это дает ему возможность сохранять власть. А дальше свои медиа, лобби в бизнесе, которые финансируют в некоторые твои идеи. Вот так это и работает, к сожалению. Но это же хороший инструмент, анонсировали политики тут в парламенте. Например, заморозить европейские деньги для Венгрии. Это немного остудит пыл Орбана? Хотя мы понимаем, что это не наказание, а решение на основании нарушений законодательства Европейского Союза в Венгрии, причем регулярного. Как? Это даст результат. ЕС должен защищать себя, свои ценности и деньги и не позволять их использовать в коррупционных целях. Но проблема в том, что эти инструменты все еще не очень хорошо развиты. Проблема в том, что когда мы наказываем деньгами, не давая их Венгрии, Венгрия все еще имеет право в ВЕТО в Совете. И что они делают? Они начинают играть в игру в обвинения и накладывают ВЕТО на помощь 18 миллиардов долларов для Украины и поясняют это просто. Отдайте нам наши деньги, а мы... Ну да, а мы отдадим ваши. Даже не наши, он говорит, ваши деньги. Да, я бы назвал это аморальным путем ведения политики. И потому я абсолютно поддерживаю идею лишения права ВЕТО всех членов Совета, потому что с этим правом мы видим, что развитие нашей организации тормозится и идет в неправильном направлении. А вы видите, как закончится война? Она может закончиться так же неожиданно стремительно, как и началась? Ведь никто до последнего момента не думал, я возвращаюсь после эфира ночью 23 февраля, и никто, кстати, из моих гостей в студии в ту ночь не верил, что это возможно и что Путин сделает это. А утром я, как и все, проснулись от ракетной атаки и взрывающихся снарядов. Может и так закончится, я не могу предрекать, но я тоже был на той же позиции, что не верил в то, что он пойдет на этот глупый шаг, трагическую ошибку, которая откроет огромный трагический счет. Но это также и огромная трагедия для России. Как это может закончиться, трудно сказать. Я однажды имел шанс встретить Путина, когда я был премьер-министром, и он был в какой-то период тоже премьер-министром. Ну, играл роль премьера скорее. Я увидел его, как бы вам сказать, я знаю такой характер из своих наблюдений, я увидел его как такого себе хулигана на улице Вильнюса. Если ты только проявишь малейшую слабость, он нападет, прыгнет на тебя. У него есть это эго, это как я понимаю, и теперь он не может выйти из того положения, в которое он сам себя загнал, а это положение безумной крысы в углу. Как он себя поведет, я не имею возможности предугадать, но также я вижу возможность для Украины с правильной помощью Запада просто победить его, выбить его армию с территории Украины. Да, кстати, с чего мы и начинали наш разговор. Это действительно возможно, и я верю в это, и не только я, но и генералы высокого ранга, как Бен Ходжес, которые говорят об этом. Я не военный эксперт, конечно, это будет огромная цена, которую платит Украина своими жизнями, но это изменит всю историю. Возможно, путь отсюда и в нашей коммуникации с российской оппозицией, у которой есть хоть какие-то связи в Москве, видно, что присутствует высокий градус нервозности в тех кругах и в среде бизнес-элиты вокруг Путина в Москве, которые начинают понимать, куда Путин толкает Россию. Билет в один конец. Да, именно билет в один конец. И, возможно, они начнут искать пути, как изменить эту ситуацию. И я бы так же не удивился, если бы что-то удивительное случилось. Ну что ж, давайте тогда надеяться и на удивительное. Но я же хочу поблагодарить за вашу невероятную поддержку, за все, что вы делаете, вы делаете огромную работу. Вас лично и ваш народ. Спасибо вам и спасибо за это интервью. Разом до перемоги. Спасибо за вас. Спасибо за вашу time. Спасибо.